Уличная гонка Уличная гонка Режиссер Эдвин Марин Это мой город, Сан-Франциско. Зовут меня Барни Рансон. Я лейтенант из числа тех, что в штатском. Мне 28. Это рассказ обо мне и об одном моем знакомом, Дэнни Ганноне. У Дэнни был бизнес и масса клиентов. Я полицейский и на многое смотрел совсем иначе, чем Дэнни. Но кое в чем мы были очень близки. И так был прекрасный солнечный день. Здравствуйте, мистер Хэммонд. Я вас уже пару недель не видел. Могу чем-нибудь помочь? Надеюсь. Минутку, пожалуйста. Мне надо проверить. Вот. Ничего себе. Минутку, мистер Хэммонд. Соедини. Привет, Хэл. Дэн. У меня непосильная задача. Только что пришел с пятым. Бэй Мэддлс. Разберешься? Мы о вас позаботимся, мистер Хэммонд. Спасибо. Еще что-нибудь? Нет, спасибо. Может, разве после четырех часов? Где тебя потом найти? Мне надо поговорить с тобой. Я иду на скачки. Ладно, там и увидимся. Позвони мисс Лоренс. Скажи, что я за ней уже еду. Да, мистер Ганнон. Мистер Ганнон. Поставьте за меня три доллара на Джанни в третьем. Не ставь на лошадей Люсиль. Паршивы это игры. Еще не готова, Робби? Мало ты девушкам времени даешь. Есть хорошая информация на сегодня? Я никогда не смешиваю бизнес с удовольствиями. Поехали, оденешь остальное в машине, а то пропустим первый заезд. Ты так спешишь, словно это мне там бежать. Между прочим, это не лучшее место в мире, чтобы надевать шляпку. Все у тебя нормально. И? Отлично. А как же? Стоит 67,50. Довольно дорого. Как и все остальное, раз уж на то пошло. Как девушка с двумя лошадями еле сводит концы с концами? Я не хотел обижать твоих лошадей. Робби, в чем дело? Прости. Забавно, как бывает. Вроде денег много, а в итоге почти ничего не остается. Это ты мне говоришь? Ты мало знаешь обо мне, Дэн. Но ты добрый человек. У меня был муж. Классный парень. Война погубила многих классных парней. Его убили. У меня только то, что он мне оставил. Мне очень жаль, Робби. У меня такое чувство, что я сегодня выиграю. Именно такие чувства и держат меня в этом бизнесе. Привет, Дэн. Привет, Барни. Как отпуск? Главное, чтобы отпуска платили. Куда ездил? На озеро Тахо. Читал детективные рассказы. Кушал, немного рыбу ловил. Отлично провел время. Я детективов не читал пять лет. Знаешь, я ни разу так и не догадался, кто преступник. В этих книгах жутко умные детективы. И ты пришел об этом рассказать? Ну. Я так и подумал, что ты пришел не о прочитанных книгах рассказать. Давай, садись. Спасибо. Дэн, ты знаешь, как я зарабатываю на хлеб. Без неприятностей, без шума, и я тут не хочу ничего менять. А что? Кто-то создает тебе неприятности? По какому поводу? Все еще мыслями на рыбалке, Барни. Я слышал, что некие люди из Окленда и Ричмонда организуют, ну, сам понимаешь, охранный бизнес. Я об этом не слышал. Один одно скажет, другой другое, а выходит, очень интересный разговор. Плохие новости быстро распространяются. Они и до меня доберутся, Барни. Я просто думал, что ты захочешь узнать, что в бизнесе делается. Интересный разговор вышел. Надеюсь, я достаточно много работаю. Тут в городе почти миллион человек живет, и все друг на друга наседают. Полицейский без работы не останется. У тебя не слишком переутомленный вид. Сверх этого пока напрягаться не хочу. Но тут пахнет жареным. Мы с тобой знаем, как эти ребята работают. Когда доберутся до тебя, тебе мало не покажется. Я о себе позабочусь. Именно это я и предлагаю. Тебя не было, и ты многого не слышал. Я ухожу из бизнеса. И я, кажется, нашел хорошую девушку. Ну и ну. Это же отличные новости. Как-то неожиданно, в смысле насчет девушки. Так все в жизни и бывает. Ты едешь в отпуск, а я встречаю хорошую девушку. Так что я вот-вот смываюсь. Это мне очень облегчит работу. Удачи тебе, Дэн. Спасибо. Я тут слышал кое-что про третий, где это. Сам возьмешь или мне в это устройство принять ставку? Предлагаешь, что ли, мне? Это же противозаконно. Прости, Дэн. Ты пришла провести день со мной или со своей лошадью? Вот мне и приходится разрываться. Задержаться со мной не сможешь? Пока нет. Надо сделать ставку. Готовый победитель? Надеюсь. Я постараюсь поскорее. Прошу прощения. Привет, Дэн. Привет, Хэл. С кем-нибудь успел пообщаться? С кем конкретно? С мускулистыми людьми. Нет. Поговорил со старым другом Барни. Ему нужна кое-какая информация, что-то затевается. Так и есть. Ко мне охранники утром заявились. Хотят охранять меня за еженедельный процент. Ты хорошо обходишь все без охраны. Мне тоже так казалось. Обо мне говорили? Нет. И что в итоге? Пока только разговоры, обещания. Я сказал, чтобы сваливали. Они вернутся. Тогда на связи. И если вдруг будут новости, ты где сам будешь? А ты? В клубе? Сегодня открытие. Я приду. Смотри, я туда столько денег угрухал. Я за тобой заеду. По рукам. Ставку я сделала. Это Хэл Тауэрс. Это Робби Лоуренс. Очень приятно. О вас рассказывали. О вас тоже. Лошадь Робби будет в следующем забеге. Возмутитель спокойствия. И можно будет заработать? Я сказал, жокею выйти вперед и уже никого не пропускать. А с лошадью поговорили? Будем надеяться на лучшее. Я сделала ставку. Половина твоя. На 10 долларов. Попрыгунчик это такая лошадь, что еле несет жокея, а деньги не потянет точно. Если не победит других лошадей, я с ним так по душам поговорю. Что запомнит надолго? Он победит, и ты вся растаешь. До вечера. Квитанции не выкидывайте. До свидания. Робби. Робби Лоуренс. Ну вот, нравится? Очень. Надеюсь, клиентам тоже понравится. Привет, Дэн. Привет, сестренка. Привет, Робби. Если еще надо что-то делать, то мы отвлекать не будем. Я рада хоть чуть-чуть отвлечься. Все отлично. Вы уже видели немного, так мы получаем работу? Получаете, дорогая. Только чтобы танцев поменьше. С этим могу потом помочь. Я тоже немного танцевала. Да, только ей больше не нужно будет зарабатывать на жизнь танцами. Она заправляет нас скачках. Мы сегодня срубили кучу денег. Половину отдала ему. Мы, пожалуй, побежим. Вам, ребята, работать нужно. Дэн, я надеюсь, тебя сегодня не разочарую. Ты никогда меня не разочаровывала, сестренка. Тогда до вечера, Дэн. Пока. Машина мне понадобится в 9, с верхом. Сделаешь? Можешь уже пойти домой, Ли. Спасибо, мистер Ганнон. Мне на третий этаж. Кто там? Дэнни. Ты еще не одет? Нет, иди сюда. Давно не одевал этот костюм. Отдал в чистку. Так что пришлось за ним возвращаться. Что надумал с этими ребятами? Ни к чему мы там не придем. Я ухожу из этого бизнеса. Почему бы тебе тоже не уйти? У тебя есть причина уходить. У тебя девушка, клуб открываешь. Хэл, я дам тебе долю в клубе. И кое-что еще, что тебя может заинтересовать. Спасибо, Дэн. Знаешь, давным-давно в округе Мичиган компания подростков играла в мяч. Один бежал на первую базу. У него не получилось. Грузовик переехал ему ногу. Я не люблю долгие рассказы. Подожди, дай закончить. Мальчишка долго пролежал с ногой в больнице. Другой парнишка, его хороший друг, приходил его навещать. Каждый день помогал ему. И когда нога очень болела, его друг говорил, держись. Давно это было. Много чего было давно. И когда этот мальчишка с больной ногой вышел из больницы, когда ему была нужна помощь, когда кто-то начинал его обижать, его друг всегда был рядом. Я знаю эту историю, Хэл. Давай, уже поздно. Мне надо забрать Робби. Слушай, я чуть позже подойду. Мне нужно побриться. Давай я подожду здесь. Не стоит. Я задержусь на несколько минут. Держись. 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 Что я думаю об этом деле. Хватит разговоров. Давай лучше погуляем. Зря ты не захотел говорить с нами. Вы теряете время. Босс так и подумал. Это мистер Ганнон. Да, мистер Ганнон. Нет, сэр, я не видел, чтобы он выходил. Большое спасибо. Нашел пропащего? Нет, никто не ответил. Дорогой, если ты так переживаешь, сходи к нему и посмотри. Я не хочу оставлять тебя одну. Пустяки. Я пойду за кулисы, Келлен. Спасибо. Привет. Привет, Барни. Мисс Лоренс, лейтенант Рансон. Вы должна быть та милая девушка, о которой Дэн рассказывал. Спасибо. Рада знакомству. Можешь к нам присоединиться? Спасибо. Не хочешь мне одолжение сделать, Барни? Не составишь компанию этой милой даме на несколько минут. А ты куда сбежать собрался? Никуда. Просто кое-кого надо найти. Прости, дорогая. Вот так совпадение. Я тоже кое-кого ищу. Вы не против маленького предложения? Нет. Тогда вот что сделаем. Вы будете за всем наблюдать, а мы оба скоро вернемся. Идет? Кажется, мы ищем кое-кого одного и того же. Может быть. Между прочим, Дэн, Хэл и мой друг тоже. Знаю Барни и не понимаю, куда он делся. Я ему звонил, но никто не взял трубку. Идешь к нему? Да. Не возражаешь, если я с тобой? Валяй. Валяй. Он, наверное, ушел через заднюю дверь. Вы нам больше не нужны. Если что смогу, идите на свое место. Я знаю, о чем ты думаешь, но говорю тебе, не лезь в это дело. Теперь это мое дело. Может, если бы ты согласился действовать по-моему и обратиться в полицию, этого не случилось бы. Не вмешивайся, Дэн. Я этого не люблю. Что будете кушать? Просто кофе. Не возражаете, если я стул возьму? Нет, пожалуйста. Вы где сегодня были? Прости, Дэн, мы не смогли добраться до клуба. Этель ждет ребенка, ей сейчас не до клубов. Я сводил ее в кино. На какое кино? Детектив. Я люблю детективы. А парня, у которого был бизнес. А другой парень хотел в него въехать. Тот первый не дал ему въехать. И хочешь узнать, что дальше было? Его нашли мертвым. Упавшим с лестницы. Кто его убил? Мы как раз ушли. Фильм мне что-то разонравился. На месте того парня, как бы ты поступил? В фильме. Я бы тоже не дал ему въехать. Хорошо, что ты такого мнения о событиях в фильмах. Ужасно, Дэн. Он был один из самых милых ребят, каких я только знал. Ты мне чего-то не договариваешь. А что теперь говорить? Дэн, я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ничего и не случится. Это ведь все вертится вокруг твоего бизнеса, верно? Хэл никогда с этой лестницы не падал. Пусть Барни с этим разбирается. Это его работа. Не надо расстраиваться. Как мне не расстраиваться? Я не хочу, дорогая. Тебе надо как следует поспать. Привет, Фрэнки. 15 тысяч... Слушай, Фрэнки, разговаривай с Филом. Я сегодня никаких предложений принимать не буду. Понял меня? Отлично. Люси, больше никаких звонков. Меня ни для кого нет. Пока никаких новостей. Пока надо остыть. Я думал, что полиция уже все тут взрыла. На все нужно время. Он идет сюда. Официант. Привет, ребята. Чек. Я же не помешал случайно? Нет, конечно. Будем на связи, Дэн. Окей. Какое у вас мороженое? Банановое и шоколадное. Принеси им оба. Окей, мистер Ганнон. Меня мороженым не купишь. Я и не пытаюсь. Что надумал? Что-то никто не хочет говорить со мной. Я говорю. Да, только ты ничего не рассказываешь. Что бы ты хотел услышать? Ты знаешь гораздо больше, чем говоришь. Мы давно с тобой друзья, и я ни разу ни на кого не стучал. А что ж не постучать-то? У нас такое не принято. Спасибо. Дэн, мы оба знаем, что тебе должны позвонить. И когда позвонят, я хочу, чтобы ты мне рассказал о нем. Не надо мне приказывать, Барни. Все вы считаете, что значок полицейского отравлен. Я просто все привык делать сам. Ясное дело. Сам хочешь пришить убийцу Хэлла. Ты хочешь узнать, кто это сделал, и убрать его. Но кто-то может убрать и тебя. А потом твои друзья и его уберут. И в итоге убраны будут все, а я лишусь работы. Будет время детективы почитать. То есть отшиваешь меня? Я занятой человек. Я думаю, ты уходишь из этого бизнеса. Дэн. Ты не удержишь эту ситуацию. Ребяткам нужен ты. Если станешь им грубить, они будут грубить в ответ. Давай сделаем, как я предлагаю. Пойдем прямым путем. Я обещаю, что Хэлл будет отомщен. Мороженое, Тайт. Принеси ему оба. Добрый вечер, мистер Ганнон. Моя фамилия Мэйсон. Это мистер Уолтер. Мое почтение, мистер Ганнон. Ваш партия был так любезен, что позволил нам войти. Надеюсь, долго ждать я вас не заставил? Ни коим образом. Прошу. Мы с мистером Уолтером заглянули к вам по вопросу, который может оказаться вам интересным. Я обычные дела обсуждаю в моем офисе. Дела такого рода лучше обсуждать дома. Говоря на чистоту, мистер Ганнон, мы вам кое-что хотим продать. Это кое-что, некоторый эквивалент ренты. Страхование жизни. А из какой вы компании? Она не слишком известна, сэр, это новая компания. Но бизнес мы намерены делать по-крупному. Упустить такой шанс никак нельзя. Мы предлагаем вам полис персональной защиты. Звучит очень интересно. Было бы почти что глупо не проявить здесь интереса. Видите ли, это гарантия благополучия вашего бизнеса. Покрываются такие случаи, как наезд на вас автомашины, открытая шахта лифта, неприятности разные в доме, падение с лестницы, много всего. Вы удивитесь, если узнаете, сколько мы продаем таких полисов. Могу себе представить. Это настоящая защита. Рассчитывается процент от вашего ежедневного бизнеса. Это сумма, которая при ваших операциях будет совсем незаметна. Но если вы откажетесь, будет очень неприятно. Видите ли, мы с мистером Мэйсоном хотим выиграть ежемесячный приз лучшим работникам. Ваше предложение звучит очень интересно. Может быть, вы дадите мне время поразмыслить над ним, и я утром свяжусь с вами. Мы сами свяжемся с вами, не будем вас затруднять, мистер Ганнон. Что ж, меня будет нетрудно найти. Весь день буду в офисе, а потом в клубе до полуночи. Я достаточно ясно все изложил? Да, вполне, мистер Ганнон. Спокойной ночи, сэр. Доброе утро. Добрый день. Звонки были? Пока нет. Какое совпадение. Я пришел к тебе, а ты тут как тут. Проходи. Вы забыли сказать «здравствуйте». Здравствуйте. Здравствуйте. Чего надумал? Ничего. А ты чего-нибудь услышал? Нет, ты мне сказал отвалить. Ты точно ни от кого ничего не слышал? Совершенно ничего. Даже почту еще не открывал. Много новых лиц появилось. Так и мелькают вокруг. Прости, Барни, мне надо своими делами заниматься. Я не против. Если не будешь мне палки в колеса вставлять. Да? Попросите подождать. Ты, конечно, мне скажешь, если эти странные персонажи попытаются связаться с тобой. Конечно. Да, конечно. Минутку, Дэн. Я знаю, ты привык все делать сам. Но эти ребята – крысы. Вши. Почему ты не даешь мне с ними разобраться? Пока, Барни. Окей, Дэн. До скорого. Проходите, джентльмены. Располагайтесь. Я обдумал ваше предложение. Я думаю, что смогу повлиять на некоторых других ребят, чтобы выступить уже коллективным заказчиком. Но я хотел бы поговорить с генеральным менеджером, так что я рад, что вы заглянули. И мы рады, мистер Ганнон. Но по другому поводу. И какому же? Мы не предоставляем услуги тем, кто делает дела с полицией. Что вы, джентльмены, ко мне много людей приходит. Кого-то я рад видеть, а кого-то и нет. У нас правило получше присматриваться к нашим клиентам. Я ненадолго. Какое совпадение. Доктор Фротелл, кабинет педикюра. У тебя очень длинный нос. На самом деле, я тут хотел... Педикюр сделать? Да, на ногах. Вниз идешь? Как раз собирался. Тут сказали, что его целый час не будет. Я скажу ему, что ты приходил. Спасибо. Эти ребята, которые от тебя вышли, это твои друзья? Они обсуждают одно предложение и решили еще подумать. Скажите, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. Неужели пришел сюда потанцевать? Именно таковые были у меня намерения. Мисс Ганнон, не порекомендуйте хорошую партнершу. Будь осторожен, Майк, она в него втрескалась, еще когда он был ростом два фута. Я немного устала. Но как мне устоять? Вот видишь. Прошу прощения. Между прочим, если в клиентах у нас полицейские, у этого заведения будет дурная репутация. Майк, потанцуй лучше с кем-нибудь. У нас небольшой разговор с Робби. Танцуешь отменно. Как Сезар Ромеро под такую музыку. Мы не танцевали лет пять. Давно дело было. С тех пор все изменилось. Ты выросла, Дэнни стал богат. А я становлюсь красивее с каждой минутой. Ты беспокоишься о Дэнни. Почему? Ты знаешь почему. Он меня не слушает. Я парень со значком. Ему нравлюсь я, но не нравится моя работа. Ты его сестра, Эллен. Ты можешь мне помочь? Что мне нужно сделать? Не очень много. Поговори с Дэном. Скажи, что не надо ему выяснять, что произошло с Хэллом. Потому что если он зайдет совсем далеко, вытащить его я уже не смогу. Попробую. Барни, на самом деле попробую. Раз можешь со мной танцевать румбу, то сможешь все. Я очень хочу расслабиться, но не могу. Я волнуюсь. А тебе-то что? Если ты работаешь над этим с Рансоном, тот, кто убил Хэлла, начнет охотиться за тобой. Чего ты взяла, что я работаю с Рансоном? Я этого не говорила, дорогой, но он много бывал с тобой в последнее время. И я так поняла, что ты так поражен смертью Хэлла, что Барни мой друг. И был другом Хэлла. Он пытается решить вопросы своими методами. Я хочу, чтобы ты все побыстрее забыл. Это работа Барни. Он все сделает. Пожалуйста, не лезь в эти дела. Я хочу кое-что тебе сказать, Робби. Я очень люблю свою девушку. Хочу, чтобы она была красива, как ты. Мне нравится, что она обо мне беспокоится, как ты. Но я не выношу вмешательство в мои дела. Прости. Книги какие-нибудь хорошие читала за последнее время? Приятель, она арестован, и нам надо готовиться к следующему номеру. Это скорее к Барни. Я передаю тебя в его юрисдикцию. Спасибо, Барни. Увидимся. Можешь наверх меня не провожать. Не стоит. Ладно, дорогая. Спокойной ночи. И не волнуйся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. «Привет, Ганнон. Садись в машину. Генеральный менеджер хочет с тобой поговорить. Что-то долго он думал. Не нервируй меня. Ты нервным родился. Садись в машину». «Куда едем? Не переживай, мы дорогу знаем. Я вам верю, ребята. Да, только мы тебе не верим. Приготовь его. Это тебе затемнение. Ступенька. Могли бы уже повязку и снять. Пойдешь вслепую. Давай. Войдите. Садись. На тот случай, если вы не поняли, мистер Ганнон, это пистолет. Если вы сделаете такую глупость и сбросите повязку, вас пришьют. Хотите сигарету? Как мне ее курить? Хорошо. Давайте пойдем напрямик. Знаете, я очень хочу снять повязку и разок посмотреть на вас. Только я не хочу. Мистер Ганнон, я хочу делать бизнес спокойно и аккуратно. Эти двое джентльменов сделали вполне внятное предложение. Ты рассказал полиции? У меня два правила. Я ничего не говорю полиции и не плачу за защиту. Вам придется нарушить одно из ваших правил, Ганнон. Я понимаю, что у вас большое влияние в городе среди букмекеров. Так что, либо вы остаетесь в бизнесе на моих условиях, либо уходите на пенсию. Теперь я знаю, кто убил Тауэрса. Он видел вещи иначе, чем я. Я не люблю тех, кто мешает моим планам. Даже в детстве, когда дети играли в шарики, заправлял игру и я. Простудились? Да. Не стоило мне так допоздна гулять. Действительно, уже поздно. И чем позднее, тем меньше у меня остается запас терпения. Мы долго нянчились, Ганнон, но теперь все. Меня интересует одно. Ты согласен или нет? Не усложняй себе жизнь. Вы давите на меня. Ты не в том положении, чтобы заключать сделки, но я готов предоставить тебе еще одну возможность подумать. Мы все равно будем делать свой бизнес тем или иным образом. Отвезите мистера Ганнона домой. Мы все равно будем делать свой бизнес тем или иным образом. Что ж, пока мы проводим до двери. Я большой мальчик, темноты не боюсь. Мы всегда доводим дело до конца, так что, чтобы не беспокоить соседей, лучше зайдем с задней двери. И давай не будем тянуть время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если собираешься шуметь, то не надо. Прошу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это он. Я не знаю, в сознании он или нет. Боюсь, для меня это мало что меняет. По коридору, лейтенант. Восьмая палата. Какие сильные руки. Расслабься, сестренка. Я тебя еще буду протрезвлять. Док, чем могу? Простите, я немного потерялся. Где восьмая палата? Прямо. Очень мило. Что, нога? Бинт. Чем могу помочь? Чтобы мне самому себе помочь. Какой хотите размер и форму? Чтобы по форме было похожим на Дэниела Гэннона, я тут по делу. Он в не очень хорошем состоянии. У меня есть и получше. Боюсь, что этого хватит. Как он? Ничего. Спит. Вот он. Многочисленные контузии и абразии. Порезы. Разрыв ткани справа. Порез на правом глазу. Гематома на черепе. Шишка на голове. Как сложно. А кому легко, лейтенант? Дальше я сам. Если что, обращайтесь. Добро пожаловать в реанимацию. А цветы где? Отлично выглядишь. Что с тобой случилось? С лестницы упал. Слишком много букмекеров в этом городе стали с лестниц падать. Тебе повезло, что еще не сильно упал. Я старался быть осторожней. Могу я тебе помочь, Дэнни? Нет, Барни. Ну, спасибо. Не хочешь поговорить? О чем? Как с лестницы падал. Тут уже был полицейский? Я сказал ему, что было узко и лампочка тусклая. Не напрягайся. Не надоело? Тебе не понять. Я вижу, что Хелл убит, и они принялись за тебя. Мне не хочется разговаривать. У тебя извращенное представление о чести. Я так дело делать и не могу. Кое-что ты можешь сделать. Только скажи, ты налогоплательщик, я на общественном посту. Вытащи меня отсюда. Посмотрю, что смогу сделать. Хорошо, лейтенант. Все, счет оплачен. Тебя переодеть? Нет, думаю, сам справлюсь. Хорошо. 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 Это Рансон. Я в квартире Ганнона. Только что привез его из больницы. Есть что-нибудь? Я потом перезвоню. Я в квартире Ганнона. Кто там? Полицейский по найму. Что вам нужно? Откройте и скажу. Давайте, мисс Лоренс. Это лейтенант Рансон. Я никогда не сплю. Хорошее местечко. Спасибо. Каковы причины вашего визита? Ганнон. Ганнон? Спокойно. Что с ним случилось? Синяки, глаз разбит. Говорит, что с лестницы упал. Не надо звонить, он спит. Кто это сделал? Он не говорит. В этих вопросах у нас с Ганноном большие разногласия. Я не могу этого понять. Понять несложно. Видите ли, в его бизнесе он имеет дело со странными людьми, замысловатыми понятиями о чести, со своим кодексом. Они не любят разговаривать с полицией. Но, может быть, вы захотите узнать, что происходит? Я бы очень этого хотела. Похоже на то, что в городе орудует синдикат, который хочет отжать у Дэна часть бизнеса. Они, очевидно, вышли на него сегодня, и когда он отказался подчиниться, они его побили. Как с Тауэрсом. Да, где-то в таком роде. Что ж, уже поздно, я только хотел передать, что с ним все в порядке. Спасибо, что пришли, лейтенант. Не за что, мисс Лоренс. Мы с Дэном друзья с детства. Он мне нравится. И мне тоже. Это хорошо, потому что я пытаюсь помочь ему, несмотря на то, что он об этом и не знает. А вы можете помочь мне. Как? Если он что-нибудь расскажет о том, что сегодня произошло, вы мне передадите? Конечно. Отлично. Ему, может, это и не понравится, но так будет лучше всего. Это будет между нами. Великолепно. Спокойной ночи. С нашей первой встречи мне все кажется, что я вас где-то уже видел. Я на многих похожа. Таких красивых, как вы, не так уж много. Спасибо. Ты хорошо отделался, Дэн. Ты что, посмотри на его глаз, это по-твоему хорошо? Хватит уже, у нас полно других дел. Кто-нибудь заходил? Звонок был. Двое со мной говорили, у театра золотые ворота. И что сказали? Либо 25%, либо пинять на себя. Что ты им сказал? Что нет. Ребята говорят, что если ты выстоишь, что выстоим и мы. Если ты скажешь пойти к ним, то мы пойдем к ним. Почему бы не взять одного из них и как следует не поговорить? Что за ерунда, мы же не банда. Никаких силовых приемов. Они их применяют, почему нам нельзя? Потому что мы не они. Если кто-то еще подойдет к вам, скажите обращаться ко мне. Ты серьезно настроен, Дэн? Мне нужно кое в чем посчитаться. Встретимся днем в ресторане у скалы. Около двух часов. Как сегодня пациент ли? Отлично, он в спальне, лейтенант. Да тут целое собрание, мы уже уходим. Какое совпадение? Из-за меня можете не торопиться. Спокойствие, Дэн. Не волнуйся, я спокоен. Хорошо поспал. Великолепно. Робби звонила? Да, сказала, что ты был у нее. Спасибо. Что тут за активность такая? Тебя подвезти куда-нибудь? Куда едешь? Иду сестру пообедать. Отлично, я с тобой. В этот раз плачу я. Брось, сестренка, ты как маленькая. А я есть маленькая. Дэн, ты же знаешь, кроме тебя у меня никого нет. Ты как будто завтра умирать собралась. Барни мне все рассказал. О чем? О тебе и о том, что ты делаешь. Дэн, это того не стоит. Они хотят тебя убить. Барни тоже волнуется. Тебе нравился Хелл, правда, дорогая? Он много для меня сделал, когда мне было нужно. Я знаю об этих вещах, но ты сто раз ему за все отплатил. Есть вещи, за которые никогда не расплатишься. Но все равно будешь стараться. А как же Робби? Как же я? Я вас обеих люблю. Хватит плакать. Я отвезу тебя в город. Иди в машину, я буду через минуту. Слышали что-нибудь? Ничего не слышали. Что все так напуганы? А что, ты кого-то видел или что-то услышал? Продолжаем в том же духе. Встретимся вечером. Ты мне должен помочь. Я один не справлюсь. Я глухой на одно ухо и плохо слышу другим. Боюсь, сколько ни кричи, я тебя так и не услышу, Дэн. Готово, сэр. Не буду больше отнимать у тебя время. Так что... Чистка ботинок за мой счет. Спасибо. Не стоит. Прости, Дэн, но у меня жена и двое детей. Чего биться головой об стену? Такой трудной задачи у меня в жизни не было. Я по-прежнему считаю, что мы должны... Я сказал нет. Нам остается только держать ухо востро. Развлекаешься? Понемногу. Вообще-то с тобой не соскучишься. Узнал чего-нибудь? А ты чего узнал? Так что мы в расчете. Какое совпадение? Пока, барни. Минутку, Дэн. Я тебя провожу. Спасибо. Не за что. Что ты за мной следишь? Я не слежу, я тебя защищаю. И благодаря мне тебя до сих пор не пришили. Благодаря тебе у меня полный тупик. Если я оставлю тебя, ты отправишься сразу в морг. А не оставлю, то выведу тебя из неприятностей и получу их сам. Чего как раз и жду. Я пытаюсь выйти на главного. Это моя работа. Чего тогда ее не делаешь? За тобой хожу. С тобой я до него не доберусь. А они до тебя. Неужели тебе делать нечего? Времени у меня много. Платят в конце месяца. Осторожно, барни. Я могу от тебя избежать. Слушай, Дэн. Почему бы нам не расслабиться немного? Давай не будем бегать. Не надо от меня убегать. Приятный вечер. Почему бы нам просто не прогуляться? Вдох. Выдох. И все. Как ощущения? Сан-Франциско у нас все есть. Не хочешь попить лучшего кофе в городе? И где это? В участке. Ну, вот и старые добрые золотые ворота. Старый добрый водевиль. Водевили хорошие люди, поэтому они мне так нравятся. Много тут всего играли. Думаю, это один из последних оставшихся водевильных подмостков. А кофе тут при чем? А, да, пошли за кулисы, познакомлю с папашей. Он заваривает кофе. Он мой друг. И, наверное, пускает тебя бесплатно? Точно. Привет, папаша. Папаша, познакомься с моим другом Дэном Ганноном. Рад знакомству, сынок. Рад знакомству, папаша. Я тут рассказывал, что ты готовишь лучший кофе в городе. Тогда вы как раз вовремя. Садитесь. Садись, Дэн. Мне черный, папаша. Мне тоже. Толк в кофе вы знаете. Я рассказывал Дэну о ваших постановках. Посмотри в книжку. Пять лет я собирал фотографии. Все знаменитые номера в шоу-бизнесе. Знаешь, это потрясающая книга, Дэн. Тут есть фото одного парня. Единственное черное пятно на моем послужном списке. Я должен был взять его шесть лет назад. Ушел. Ускользнул из рук. Вот он. Посмотри на него, Дэн. Мисс Лоренс была в те годы блондинка, верно? Это ее муж. Он погиб на войне. Нет. На войне он не погиб. Он очень даже жив. Он оказался в Сиэтле. Когда-нибудь я до него доберусь. Меня это не интересует. А как же кофе? Придем в другой раз. Спасибо, папаша. Дэн. Это была моя работа, как полицейского и как друга. Очень интересно. И какая мораль в этой истории? Не влюбляться в девушек из шоу-бизнеса? Нет. Я подумал, что тебе бы пригодилась эта информация. Такси. Куда отправляешься? Поехали со мной. Если хочешь, решим вопрос вместе. Здравствуйте, мисс Лоренс. Здравствуйте, лейтенант. Дэн, где ты был? Я весь день тебе не могла дозвониться. Занят был, и все. Я волновалась о тебе. Мне рассказали, что произошло. Что с твоим лицом? Заживет. Ты не держишь слова. Я и не давал никакого слова. Но я думала, что ты не будешь лезть в это дело, Дэн. Это не для тебя. Попытайтесь вы его убедить, лейтенант. Я привел Барни, чтобы ты его кое в чем убедила. В каком смысле, дорогой? Он хочет задать тебе несколько вопросов. Мисс Лоренс, вы знаете мои отношения с Дэном. Но кое-что я сделать должен, потому что это моя работа. Вы же вовсе не мисс Лоренс, вы жена Фила Диксона, верно? Да. Мне нужен Диксон. Где он? Дорогой. Тебе задали вопрос, Робби. Дэн, я не хотела тебе говорить. Я вообще не хотела говорить. Не знала, как ты прореагируешь. Я выдумала всю историю о погибшем на войне мужа. Где Диксон? Дэн, я не знаю. Я бросила его, как только узнала, чем он занимается, при первых же у него неприятностях. Я много лет его не видела. Последний раз я слышала, что у него были проблемы в Мексике. Он ушел из моей жизни, я не хочу, чтобы он возвращался. Надеюсь, что его вообще в живых нет. Он жив. Поэтому я лгала тебе, Дэн. Потому что хотела верить, что он мертв. Что мне было делать? Он приносил мне только несчастье, и вот опять. Я не знаю, где он, и что он, и знать не хочу. Теперь вы меня довели, и я надеюсь, этим довольны. Доволен, Барни? Прошу меня простить. Всего хорошего. Ничего, Робби, все прошло. Дэн, ты меня простишь? Простишь? Ты любишь меня, ангел? Но я знаю гораздо больше, чем ты думаешь. Ты только что лгала, Барни. Дэн, что ты? Вечером, когда меня избили, меня привезли к парню, который убил Тауэрса. Это был Диксон. И он наверняка все знает. Дэн, что мне сказать, чтобы ты поверил? Слушай, дорогая, я знаю, через что тебе пришлось пройти. Расскажи мне правду, больше я ничего не прошу. Я на самом деле думала, что он мертв. И вдруг он объявляется. Угрожал мне, хотел, чтобы я помогла ему против тебя. Я умоляла, остави тебя в покое. Он пообещал, что не тронет тебя потом. Что он с тобой сделал? Дэн, что нам теперь делать? Будем выпутываться. Убежим от Диксона, Рансона и всех остальных. Теперь только ты и я. Дэн, как я буду рада. Нам надо сбежать из Сан-Франциско и все. Но он кинется за нами. Нет. Потому что теперь у нас есть кое-что на него. Мы сможем быть счастливы вдвоем. И гораздо здоровее, дорогая. Я пойду с тобой куда угодно, когда угодно. Мы отправляемся сегодня же самолетом. Как скажешь, Дэн. Я вернусь через час. Пакуй вещи и собирайся. Дэн, дорогой. Собирайся, дорогая. Да, мисс Лоренс. Сейчас соединю. Это мне. А это вам. Фил? У меня мало времени. Дэн знает все. Он вернется через час. Хочет, чтобы я поехала с ним. Самолетом сегодня же. Хорошо, Фил. Ты нас встретишь по дороге в аэропорт. Отлично. Нет, дорогой. Он не упрямый. Он просто дурачок. Спасибо. Мисс Лоренс, тут один человек слушал ваш разговор. Я подумал, вам лучше об этом знать. Окей, я сейчас опять соединю с Диксоном. Привет. Я думал, ты пять лет не читал детективов. Знаешь, Дэн, кажется, один детектив я все-таки разгадал. Да. Сижу тут и все себе повторяю. Барни Рансон, какой же ты негодяй. Как же ты посмел так обойтись с бедной мисс Лоренс? Ты не поверил? Ты же не считаешь меня таким болваном, чтобы всерьез купиться на такую историю. Дэн, прости, я не знала. Я попытался это проглотить, но вот тут застрял, а чуть не задохнулся. И не думаю, что и ты такой дурак, чтобы все это проглотить. Ты очень умный человек, Барни. Еще увидимся. А пока мне нужно кое-куда сбегать. Минутку, Дэн. Тут ты сходишь с дороги. Я говорил тебе, что все сделаю по-своему. Я помещаю тебя под принудительную охрану. Вперед. Стоять, Рансон. Руки. Спасибо, Алл. Разберись, Барни, а у меня дела. Минутку. Что такое? Узнаешь. Я теперь работаю на Диксона. Быстро обратно. Садитесь. Кто-то дал тебе неверную личную характеристику на Алла. Не надо, ребята, у меня перед вами большое преимущество. Посмотри на него, Дэнни. Один из твоих друзей, кого ты покрывал со всем твоим кодексом чести и прочим. Он купит любого из этих вшей. Давайте без грубых слов. Я хочу сказать тебе кое-что, Дэнни. Ты слишком многим доверяешь. Мне, например. Или консьержу в доме у Робби. Ты даже доверял Робби. Вот что мы получили с твоими кодексами чести. Не будешь, значит, стукачом, не будешь кричать «Полиция! Полиция!» Хорошая работа, Алла. Привет, Фил. Барни. Какое совпадение. Да. Какая милая компания, правда? Барни, ты мог бы спокойно работать, выйти потом на хорошую пенсию. Сейчас ты еще более важная персона, чем шесть лет назад. Через десять минут я стану еще более важным. Робби сказал, что вы уезжаете в путешествие, и заглянул попрощаться. Она не пришла, она не любит такие вещи. Я уже догадался. Ну, пошли. Никто еще не оказывался настолько крутым, чтобы такое сошло ему с Рукдиксон. Пока не оказывался. Пошли, ребята ждут. Пошли, ребята. Ты ранен, Барни? Пока в строю. Коллинз. Это Рансон. Быстро машину и реанимацию к Ганнону. И прихвати Робби Лоренс, она должна быть у себя. Все. Спокойно, парень. Приеду через пару минут. Осторожно, Барни. Я рад, что ты это сделал, Диксон. Это за моего друга. Окей, приятель. Эта дырка предназначалась мне. Пуля предназначалась мне. Какое совпадение. Дэнни смотрел на многие вещи неправильно. Когда он, наконец, посмотрел на них правильно, было слишком поздно. Да, это тот же город. Немного более крупный, немного более шумный, но немного более одинокий. Я все еще здесь, потому что у меня был хороший друг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok